приветствую всех зрителей сегодня у нас видео по применению вооружения на самолете с 342 газель и начнем с редактора миссии потому что в этом вертолете сделано все не очень обычно если на большинство вертолетов например как на том же не 8 мы просто выбираем варианты подвесов и все в зависимости от нашей задачи то есть у нас один вертолет то у газели есть целых четыре варианта первое это версия 342 l это у нас птуры плюс пушка 20 миллиметров а дальше у нас есть 342 m это птуры ход далее 342 миниган это пустой вертолет а в пролете в пролете в проеме сидит у нас стрелок с шестиствольным миниганом с четырьмя тысячами патронов и также есть 342 мистраль это четыре ракеты воздух-воздух у газели поэтому здесь вооружение на вертолете и его комплектация кстати тоже от этого зависит меняется именно через выбор типа вертолета не как на большинстве модулей просто одна как бы один самолет или вертолеты и здесь огромное количество выбора вооружения ну что ж по редактору разобрались чтоб не было вопросов как выбрать ту или иную конфигурацию вертолета и давайте теперь перемещаться в кабину и так перейдем к применению вооружения первое рассмотрим это птуры ход 3 для этого переходим на место оператора нажимаем кнопку 2 и видим вот у нас место оператора вооружения и так готовим нашу наши все прицельные штучки к работе включаем питание монитора далее данным переключателем подаем питание на систему прицеливания в положение м данный галетник также переводим в положение м это мы включаем систему инфракрасного видения далее данный галетник мы переводим в положение с включается наш монитор и прицел ориентируется вдоль оси вертолета данная ручка у нас управляет непосредственно самой камерой данная крутилочка плюс минус дает зум и данная кнопка у нас переключает между телевизионной и инфракрасной картинкой ну в принципе все это конечно надо забиндить на джойсты далее данный ключик в положение джоур видим загорается зеленая лампочка и вот здесь вот под панелькой у нас есть такой вот галетник который отвечает за выбор точек подвески видите есть два там три четыре ноль это значит подвеска выключена но первую подвеску мы поставим положение 1 то есть первого пилона будет сходить у нас тур ну и далее опять же можно забиндить кнопку я покажу какие для того чтобы переключаться между точками подвески и в общем то практически у нас все готово далее вот здесь вот на панели пилота есть такой тумблер армд это главный мы его переводим в положение вверх и видим загорается прямоугольник значит это главный включить ну и перед применением непосредственно вооружение откидываем предохранительную кнопку лазерного дальномера и охранительная кнопка клавиши пуст в общем то на этом подготовка место оператора закончена и можно переходить непосредственно взлету и применение туров итак перед взлетом давайте зайдем в настройки управления я покажу какие клавиши необходимо забиндить на джойстике чтобы управлять нашей системой вооружения здесь сможете смотреть категории в которых находятся категории здесь выбирается и так во первых слю абдаун лев трайт это управление нашей камерой вправо влево дальше зум-ин зум-аут соответственно зум плюс зум минус включение нормал air view toggle это инфракрасный или телевизионный канал далее цикл station это циклическая перебор точек вооружения от 1 до 4 далее режим зависания к юм это хобар моды и также клавиша е нам при применении вооружения тоже может понадобиться это слейф того чтобы вертолет поворачивал за нашей камерой лазинг бутон на это подсветка лазера далее у нас есть старт диспендинг это отстрел ловушек включения программы отстрела ну и соответственно мисс ланч бутон и если вам надо мисс ланч кавер это крышечка от кнопки пуска вот такие вот кнопки необходимо в минимуме забинтить и давайте теперь уже перейдем непосредственно взлету так производим взлет я вывожу на всякий случай оси педаль правая на половину хода плавненько добавляем мы циклический шаг точнее общий извиняюсь и соответственно взлетаем представим что мы прилетели на позицию потому что полигон прямо по курсу нам необходимо если вы летаете в одиночку привести вертолет в режим зависания и включить автопилот зависания для этого мы зависаем над одной точкой скорость должна быть не более 18 километров в час вертикал к 1 метр в секунду и крен не более 30 градусов после этого нажимаем клавишу и если параметры соблюдены видите загорается надпись hover мы висим в режиме соответственно автопилот зависания переходим на место нашего оператора вооружения я перезапускал миссию сейчас еще раз переподключу быстренько все наше вооружение да где там все вооружение включено предохранители откинуты далее перед применением вооружения нам необходимо разоритировать прицел на его переводим вот в это вот положение в один щелчок левой кнопкой от положения с и теперь наш прицел уже двигается при помощи нашего слю контрола далее нам необходимо нажать клавишу е на клавиатуре это включи включит режим слэйв вот он собирается режим слэйв который приведет к тому что вертолет будет поворачиваться за нашим прицелом и далее что нам надо но можно например включить инфракрасный канал направляем сторону целей врубаем зум вот видите наши цели появились можно в принципе поставить перейти в оптику и наводим на цель все после того как вы навели непосредственно на наше перекрестие на цель нажимаем клавишу пуска о нажимаем клавишу пуска главный то не включим включаем главный появляется прямоугольничек как я уже говорил и производим пуск нашего тура если будет инфракрасный канал включен то будет мешаться выхлоп тура поэтому я выключил инфракрасный канал бах попадание далее клавишей d переключаем следующую станцию видите опять загорелся прямоугольничек то что следующий птур готов к пуску но опять же занимаемся поиском цели вертолет находится в режиме ховар смотрим смотрим где тут чего у нас есть интересненького уже наверное цели и так много не поставил ладно возвращаемся на этот хаммар и производим пуск следующего птура тур пошел и давайте будет попадание да есть попадание нажимаем клавишу d и видите прямоугольничек следующий тур не забывайте перед пуском птура еще производить лазерный замер клавиша лазер видите вот тут вот загорелась цифра это расстояние в метрах до цели дальность пуска птура вход 3 4 километра 200 метров поэтому перед пуском замеряйте дальность если дальность будет больше чем 4 200 топ тур скорее всего цель не поразит ну вот так вот применяются туры от 3 и переходим к следующему вооружению следующее что мы рассмотрим это использование тур точнее не птур а нар и пушки для применения вооружения главный включаем раз на панели выбора вооружения данный тумблер в среднее положение м загорается количество наров у нас их всего 8 штук и 240 патронов пушки видим что у нас если смотреть слева нары справа пушка вот эти две крышечки отвечают за падание питания на подвеске соответственно левая подвеска если мы подаем питание будем стрелять на раме правую если точку подвески то будем вести огонь из пушки я оставлю огонь из пушки сначала постреляем именно с пушки ну и для того чтобы опустить наш коллиматорный прицел нажимаем клавишу они также необходимо зайти в настройки управления и назначить кнопку для стрельбы она называется мини-ган fire находится в категории в категории вооружения той кнопкой которую выпускали птуры пушкой и на раме работать не получится ну и в общем-то педаль вправо на половину хода отрыв после набора скорости правую педаль убираем ну и исследуем в район целей и сейчас будем по ним стрелять прицел здесь как вы сами понимаете самый обыкновенный коллиматорный поэтому надеяться на какую-то там мега точность при стрельбе не приходится ну или точнее надо будет очень хорошо привыкать к этому вертолету если вы хотите очень точно поражать цели основное правило конечно же это наведение без скольжения в общем-то летим наводим наш прицел ну и давайте попробуем стрелять с нашей пушки как видите кстати снаряды более или менее по дистанции летят точно лобысь наверное без подвижения мне уже стрелять не удастся в общем ушка выглядит с нее работа вот так вот и давайте сразу я убираю пушку включая нара сейчас пролетим сделаем еще один заход работаю нара я думаю принцип применения вооружения понятия на там уже необходимо практика на этом вертолете как я говорю он достаточно таки дерганой и в общем-то в управлении скажем так мягко говоря не самый простой вертолет поэтому и точно целится тоже надо на нем достаточно много учиться пилотировать до вот супер кайфа и от него не испытывают то и вот а большого налета у меня на этом вертолете не давайте сейчас на 1 и 2 снова то же самое понятное дело на армии не попал ну в общем вот так вот применяются нары пушка необходима практика но боекомплект как вы видите достаточно таки мало и с помощью наров и пушек можно забирать только лишь не бронированные цели какие-то танки понятное дело и более бронированную технику на газельки вы вряд ли сможете эффективно и в большом количестве уничтожать следующее вооружение которое рассмотрим это ракеты воздух воздух мистраль опять же все как у наров включаем главный данный тумблер в положение м по две ракеты на каждой точке подвески слева и справа проверяем чтобы данный тумблер был положение сингл то бишь вправо включаем ту точку подвески с которой мы собираемся запускать наши мистрали откидываем наш прицел либо нажимаем клавишу ай и все плавненько добавляем их немножечко я рано бросил педальку и летим накладываем круг на наши цели изобразить как только тональность сигнала меняется производим пуск ракеты знаю попадет она или не попадет до вертолет сбит пуск опять на сей раз ракета промазала в общем точно также ракеты мистраль применяется как и птуры ну и вишенка на торте по вооружению это наш пулемет или в мини-ган который расположен вон он по какому нас правому получается борту от нашего вертолета и так включаем главный главный включить обязательно далее нажимаем клавишу 3 для того чтобы перейти на место стрелка если как у вас пулемет мышка не управляется то левый control плюс ой точнее левый alt плюс и включает режим управления пулеметом мышью ну и дальше зажимаем левую кнопку мыши в общем-то поливаем огнем из нашего пулемета все что попадется вот такое вот скажем так достаточно таки простое и веселое применение нашего мини-гана ну что ж надеюсь данное видео и данный видео урок по вооружению на самолете газель казался интересным всем хороших полетов и благодарю за внимание